Книга Пророка Исаии 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 Ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. И так каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого, только почитающему что-либо нечистым тому нечисто. Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твою пищу и того, за кого Христос умер. Да не хулится ваше добро, ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию. Ради пищи не разрушай дело Божье. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Ты имеешь веру, имей ее сам в себе перед Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает. А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не поверит. А все, что не поверит, грех. Могущему же утвердить вас по благоверствованию моему и проповеди Иисуса Христа по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчено, но которая ныне явлена и через Писание пророческие по повелению вечного Бога возвещена всем народом для покорения их вере, единому премудрому Богу, через Иисуса Христа слава вовеки. Аминь. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 1 по 21. «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они уже получают награду свою. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебя явно. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебя явно. А молясь, не говори лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимся. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, поможь голову Твою и умой лицо Твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом Твоим, который в тайне, и Отец Твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Святой Василий Великий Беседа первая О посте Сказано Во струбите в новомесячье трубою, во благознаменитый день праздника Вашего. Это повеление пророческое, но всякой трубы велегласнее, и всякого музыкального орудия внятнее указывает нам чтенное на предшествовавший дням сим праздник. Потому что от Исаии, который отринул иудейский образ пащения, показал же нам истинный пост, узнали мы из ящества постов. Не поститесь для ссор и расприй, но разрешите оковы неправды. И Господь говорит «Не будь уныл, а помашь голову твою и умой лицо твое». Поэтому будем себя вести, как научены, и не сетуя в наступающие дни, насретая их светло, как прилично святым. Унывая, никто не венчается. Смущаясь духом, никто не приобретает победы. Не сетуй, когда тебя врачуют. Ни с чем не сообразно не радоваться душевному здравию, оскорбеть о перемене пищи и показывать на самом деле, что у нас более расположение к усложжению чрева, чем к попечению о душе, потому что присыщение угождает одному чреву, а пост приносит пользу душе. Радуйся, что врачом дано тебе врачевство, истребляющее грех. Как черви, зарождающиеся во внутренностях у детей, уничтожаются какими-нибудь самыми острыми лекарствами, так и грех, живущий во глубине души, умерщвляется в ней приятием такого поста, который подлинно достоин сего наименования. Помажь голову твою и умой лицо. К таинствам призывает тебя слово. Помазавшийся — помазал, омывшийся — омыл. Приложи узаконение к внутренним членам. Омой душу от грехов. Помажь глазу святым помазанием, чтобы стать тебе причастником Христовым, и так приступить к посту. Не помрачай лица своего, как лицемер. Лицо помрачается, когда внутреннее расположение затеняется внешнею притворную личиною, закрываемая ложью, как завесою. Тот лицемер, кто на зрелище принимает на себя чужое лицо, будучи рабом, представляет нередко лицо господина, и, будучи простолюдином, лицо царя. Подобно сему и в этом мире многие, как на позорище, разыгрывают жизнь свою, иное нося в сердце, а иное выставляя на показ людям. Поэтому не помрачай лица, каков ты сам в себе, таким и кажись. Не притворяйся сетующим, уловляя себе наружностью славу, что ты воздержан. Нет пользы от благотворительности, о которой трубят трубою. Нет выгоды и от поста, о котором всем разглашают. Что делается на показ, то не приносит плода, который бы соблюдался до будущего века, но ограничивается людскую похвалою. Потому со светлым лицом притекай к дару поста. Пост — дар древний, не ветшающий, не стареющийся, но непрестанно обновляемый и цветущий во всей красоте. Думаешь ли, что древность его считаю со времени происхождения закона, пост старше и закона? Если подождешь немного, то уверишься в истине сказанного. Не думай, что день очищения, установленный для Израиля в месяц седьмой, десятый день месяца, есть начало поста. Углубись в историю и ищи древность его происхождения. Пост — не новое изобретение, но драгоценность отцов. Все отличающееся древностью почтенно. У ваш седину поста. Он современен человечеству. Пост узаконен в раю. Такую первую заповедь принял Адам. А от древа познания добра и зла не ешь. А сие не ешь есть узаконение поста и воздержание. Если б постилась Ева и не вкусилась древа, то мы не имели бы теперь нужды в этом посте. Ибо нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Мы повреждены грехом, уврачуемся покаянием. А покаяние без поста неполно. Проклята земля! Терния и волчцы произрастит она тебе. Велено сокрушаться духом, а не предаваться роскоши. Постом оправдись пред Богом. Но и самое пребывание в раю есть образ поста. Не потому только, что человек, ведя жизнь равноангельскую, в уподоблении ангелам, преуспевал тем, что довольствовался малым, но и потому, что жившим в раю не приходило на мысль, что впоследствии изобретено человеческим примышлением. Там не было ни употребления вина, ни заклания животных, ни всего, что делает мутным человеческий ум. Поэлику мы не постились, то изринуты из рая, потому будем поститься, чтобы снова взойти в рай. Не видишь ли, как Лазарь через пост взошел в рай? Не подражай прислушанию Евы, не принимай опять в советники змея, который предлагает снять, поблажая плоти. Не ссылайся на недуги и немощь тела. Не мне представляешь сии предлоги, но ведущему. Скажи мне, поститься ты не можешь, а присыщаться и подавлять тело бременем поедаемого можешь? И больным, сколько знаю, врачи предписывают неразнообразие снедий, но неяденее и малояденее. Как же это выполнять можешь, а о том говоришь, что не можешь? Что легче для чрева? Провести ли ночь после умеренного вкушения пищи или лежать обремененному обилием яств? Лучше же сказать, не лежать, а часто ворочаться, потому что яства теснят и распирают. Разве скажешь, что кормчим удобнее спасать перевозное судно, когда оно погружено товарами, нежели когда груз его мал и легок? Но и судно, когда нагружено много, заливает поднявшаяся волна. А если на нем соразмеренный груз товаров, то он удобно идет по волнам, и ничто не препятствует ему держаться над водою высоко. Подобно сему и тела человеческие, обременяемые всегдашним присыщением, удобно поглощаются недугами. А если употребляется пища умеренная и легкая, то и ожидаемых от болезни худых последствий они избегают, как восстание бури, и начавшиеся уже припадки отражают от себя, как порыв вихря. Следственно, по твоему мнению, труднее не трогаться с места, чем бежать, и труднее оставаться в покое, чем бороться, если утверждаешь, что больным приличнее роскошествовать, нежели принимать умеренную пищу. Сила жизненная легко переваривает пищу умеренную и простую, и притворяет ее в плоть питаемого. А приняв дорогие и разнообразные снеди, потом, будучи не в состоянии переварить их совершенно, производит разные роды болезней. Но пусть слово обратится к истории и покажет древность поста, покажет, что все святые соблюдали пост, как отеческое какое-то наследие, передаваемое от отца сыну и преемственно получаемое. Так что стяжание сие по порядку преемства сохранилось и до нас. В раю не было ни вина, ни заклания животных, ни мясоястий. После потопа узнали вино. После потопа сказано «Ешьте все, как зелье травное». Когда не стало надежды на совершенство, тогда дозволено наслаждение. А доказательством, что вино не было еще изведано, служит Ной, не знающий употребление вина. Оно не вошло еще в мир и не было привычным для людей. Ной, не видав его действия на других, не испытав и на себе, неосторожно понес вред от вина. Ибо Ной насадил виноградник, выпил он вина и опьянил. Но не потому, что был пристрастен к вину, но потому, что не изведовал, в какой мере вкушать его. Так изобретение винопития гораздо позднее рая. И такую-то древность имеет досточестность поста. Но знаем также, что и Моисей во время поста взошел на гору и не осмелился бы приступить к тмящейся вершине, не дерзнул бы взойти во мрак, если бы не вооружил себя постом. Во время поста принял он заповедь, перстом Божьим, начертанную на скрижалях. И вверху горы пост снабдевал законом, а внизу ненасытность чрева довела свое неистовство до идолослужения. Ибо сел народ и ел и пил, а после стал играть. Сорокодневное пребывание с Богом постящегося и молящегося служителя его оказалось бесполезным от однократного упоения. Ибо те скрижали, начертанные перстом Божиим, которые принял пост, сокрушило пьянство, потому что по суду пророка упившийся народ недостоин был Божье законодательство. И этот народ, который великими чудесами научен богопознанию, ненасытностью чрева, в одно мгновение не зринут в египетское идолобесие. Сравни же одно с другим, как пост возводит к Богу и как роскошь делается предательницей спасения. Простираясь тем же путем, снизойди и до низшего. Что очернила Исава и сделала рабом рату? Не одна леснедь, за которую он отдал первенство? А Самуила даровала матери не молитва ли, соединенная с постом? Что великого вождя Самсона сделала непреоборимым? Не пост ли, с каким он зачат во чреве матери? Пост чревоносил его, пост воздоил его, пост сделал его мужем, пост предписал матери ангел, пусть не ест ничего, что производит виноградная лоза, пусть не пьет вина и сикера, пост рождает пророков, укрепляет сильных, пост умудряет законодателей, пост добрая стража души, надежный сожитель телу, оружие людей доблественных, училище подвижников, он отражает искушения, умощает подвязающихся благочестий, он сожитель трезвости, делатель целомудрия, он во пранях совершает дела доблественные, во время мира учит безмолвью, освящает назарея, совершает священника, без поста невозможно отважиться на священодействие, не только в нынешнем таинственном и истинном служении, но и в служении прообразовательном и подзаконном. Пост соделал Илью зрителям великого видения, ибо, очистив душу сорокадневным постом, удостоился он в Харивской пещере видеть Господа, сколько можно видеть его человеку. Постящийся Илья возвратил сына вдовицы, через пост оказавшись крепче смерти, из уст постящегося и сшедший глаз заключил беззаконному народу небо на три года и на шесть месяцев. Чтобы умягчить необузданное сердце жестоковыйных, Илья решился и себя осудить с ними на злострадание. Потому сказал, жив Господь, и будет вода на земле только по моему слову. И наступившим голодом наложил он пост на целый народ, чтобы исправить его от порока роскоши и распутной жизни. А какова жизнь Елисеева? Как пророк пользовался странноприимством суманитянины? Как сам угощал пророков? Не дикими плодами и нескольком мукой удовлетворили страннолюбию, когда прикасавшимся к яству угрожала опасность от приложенного яблока дикого, если бы молитва постника не уничтожила ядовитости. Одним словом ты найдешь, что пост руководил всех святых к жизни по Богу. Продолжение беседы первой о посте святого Василия Великого услышите завтра. Продолжение следует...